Всем приветики, друзья! Приветики, друзья! Вот такая поездка. Едем на два дня. Ну и хотим там, конечно же, рождественскую ярмарку посетить, погулять. Завтра поедем в Дрезден сам. Тоже там хотим посетить самый знаменитый, самый старый. В Германии считается рождественская ярмарка Войнахсмарт у нас называется. Ну и да, вот такой подарок сделали родителям. Они очень довольны, такие радостные. Машины уже у них нету, свекор уже не водит. Ну и поэтому никуда сами не могут выбраться, но сделали им такой сюрприз. Ну и сейчас едем, конечно, их заберем и отправляемся в путь. И берем вас, конечно же, тоже с собой. Я просто рассказал, что мы сейчас на Майсен поехали. И сегодня в Дрезден, по-другому, 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 по-другому. Погода у нас морозная, 6 градусов. Сейчас инку говорит, даже уже минус 7. Уже морозец, нетипичная зима, снежная морозная для нас. Для Германии, то обычно все даже, знаете, рассказывала уже, снега почти нету. Если и есть, то на полчаса и уже тает В основном дожди и слякоть А сейчас вот зимушка пришла, наконец-то Так прелестно, прям аж радостно морозится И прям с удовольствием на улицу выходишь Ну и качает тут дороги у нас берлинские такие Везде кочки на горке Солнышко уже намечается Короче, едем Солнышко уже намечается Прибыли в городок Майсон Смотрите, в каком отеле остановились Но пока еще комнаты не готовы Так что пойдем прогуляемся Красота Замок возле реки Эльбы Просто прелесть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Запахи уже пошли адвентские Свежевыкачанным хлебом пахнет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Посмотрите, какая прелесть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Надеюсь, камера передает эту всю красоту воочию, конечно же, всегда совсем другое восприятие Такие домики Красота, лепота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Заселились в отель. Вот такая у нас комната, прихожка, зеркало, здесь еще одна кровать, ну, нам не надобно, но, наверное, для кто с детками, стул такой здесь, вода, все есть, кровать. Шкаф большой, лампы какие большие, сузогросы... Да, такая ванная, голубенькая, прям по цвет меня. Ну, такая ванная с душевой, все вместе. Здесь раковина все имеется, мыло и крем. Ну, вот такая вот у нас комната в отеле. Еще даже балкончик есть. Ему уже сразу телевизор включил. Такой балкончик с двумя креслами, столик. И на этот... Ой, дверь скрипит, извиняюсь. Это тут рецепция. Сейчас передохнем и пойдем на ужин через полтора часа. Вечерняя атмосфера. Какая прелесть, правда. Идем на ужин. Теревизор. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Постоянно, конечно же, помешиваю. Масса немного приостыла. Вот так я ее на две части выложила. И теперь надо сформировать колбаску. Туда-сюда пока покручу. У меня должна быть сильно толстая. Тут у меня в середине немного толще. Вот уже порисовывается. Вот такие вот колбаска такая получается. Получится у меня две таких колбаски. Завязываю по краям. Вот очень вкусные конфетки. Запах уже стоит на весь дом. Вот этот апельсиновый. Упс, извиняюсь. Ну и вот так вот на досточку. И также сделаю вторую колбаску. И отправлю в холодильник на ночь. Но как минимум надо на три часа. А завтра уже буду делать конфетки. Масса у меня полежала ночь в холодильнике. Вот такая вот стала. Как сказать, твердая. Ну не твердая, но и не мягкая. Такой средней консистенции. Теперь нужно мне будет ее разделить по 20 грамм на шарики. Поэтому так вот разрезаю. Можете произвольно. Ну чтобы одинаковые конфетки были лучше их. Вот так по весам. Так. Ну вот таким образом. Теперь сразу тут у меня весы. Так, 0. Сейчас посмотрим, сколько тут. 20 грамм. Нет, 10. Значит, надо побольше. Ну вот такой. 19. Чуть-чуть. Это уже много. 19-20 грамм. И вот таким образом все это разрежу. И потом покажу, что буду делать дальше. Вот так по граммам разделила. Это у меня только первая партия. Еще будет вторая. Теперь смазываю руки сливочным маслом. Ну хорошо прям обильно. Многовато. 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 И теперь катаю шарики. Вот такие досточку я обмотала пищевой пленкой. Ну вот так вот шарики. Катаю. Видите, они все одинаковые получаются. Ну а вы можете на глаз, конечно. Это я со своим перфекционизмом иногда. Хотя уже себя от этого отучаю. Но иногда все же таки где-то он еще присутствует. Вот такая красота. Уже попробовала кусочек. Это очень-очень вкусно. И совсем нету вкуса тыквы. Таким апельсинчиком и орехами. И где-то в конце вкус тыквы немного. Кто тыкву любит, знает. Тот, конечно же, почувствует вкус. Ну и вот так вот все шарики сейчас скатаю. И поставлю на 15 минут в морозилку. Скатала все шарики. У меня ровно получилось 50 штук. Ну, конечно, можно и поменьше сделать. Но это же домашние конфеты, да. Зачем им такие малюсенькие? Это самое то размер. И не много, и не мало. Все, ставлю на 15 минут в морозилку. Пока морозятся конфетки, я здесь растопила белый шоколад 200 грамм. И теперь добавляю сюда 2 столовые ложки растительного масла. Одна. Вторая. Это у нас будет глазурь. И все хорошо перемешаю. И буду сюда окунать конфетки. Нужно хорошо перемешать. Вот таким образом. Сейчас достану конфетки с холодильника и буду окунать. Здесь я уже подготовила из бумаги эти формочки для конфеток. И буду их потом, когда они застынут еще в холодильнике, буду их туда складывать. А потом вот такие вот... Знаете, это когда я беру что-то... Какие-то овощи, да, или помидоры, или что-то бывает в таких вот картонных. Я их не выкидываю. Видите, помидоры здесь были. И вот так можно использовать. Вот такая еще. И буду сюда их потом складывать. Достала конфеты из холодильника. Немного они так заморозились. Вот на такую шпажку их надеваю. И вот так до половины их окунаю в эту глазурь. Даю еще немножко стечь. Чтоб не сильно много, чтоб потеков не было. Вот таким образом и выкладываю на... Эту пленку не убрала, когда скатывала. И на... Еще на нее. Вот так можно... Еще эти орешки сверху. Можете хоть орешки, хоть шоколад, хоть грецкий орех. У меня просто грецкого ореха не оказалось. Поэтому беру вот фундук. Вот видите, все очень просто. И не за... Без заморочек, да. Видите, шоколад сразу схватывается моментально. Можно даже еще сразу вот так сделать. Так даже еще лучше. Вот видите. Тут периодически помешиваю. Если будет схватываться глазурь еще в микроволновой печке, где-то на 400 ватт. Где-то буквально пару минут. Минут пять. Подогрею. Вымажу. И все. Вот такой процесс. Можете, конечно, брать шоколад любой, какой хотите. Но мне кажется, с белым шоколадом вкуснее. Первая партия конфеток готова. Сейчас ставлю в холодильник. Ну, буквально на пять-десять минут, пока глазурь застынет. И потом уже буду сюда выкладывать. Вторая партия тоже готова. И вот у меня глазурь осталась-то буквально две столовые ложки. Ну, конечно, это не выбрасываю. Вот такие у меня есть силиконовые формочки. И заливаю остатки глазури. И можно в холодильник. И потом хранить. И можно на торт как декорацию применять. Ну, а эти отправляю еще в холодильник тоже. Конфетки маленько схватились. Приморозились. Теперь вот так вот их складываю. Видите, какая прелесть получается. Сейчас еще с вами попробуем, конечно же. Так, вот так складываю. Поверьте мне, ваши близкие это оценят по достоинству. Вот такая красота. Ну, и давайте снимем пробу, друзья. Заценим. Конфетки. Заразрежу наполовину, что одна мне много. Я уже сладкая давно не ем. Ну, и сейчас попробуем. Вот так в разрезе выглядит. Видите, какая красивая. Ну, и сейчас попробую, конечно же. Просто божественно. Очень-очень вкусные конфетки. Обязательно тоже приготовьте. Рецепт нашла в интернете. Первый раз делала. Ну, по-моему, это мои будут любимые конфеты. Прямо аж влюбилась моментально. Очень-очень вкусные. Советую вам, приготовьте. Красота, да и только. А какая вкуснота. М-м-м. Просто божество. Це, гуд, шмек, анди пралин. Кю без пралин. Забыла сказать, друзья, конфетки нужно хранить в холодильнике. Но они просто так вкуснее. И даже можно замораживать. Вот так можете приготовить и заморозить. И когда вам нужно в любое время их разморозить и кушать. Или вот даже, если на подарок нужно заранее приготовить, можно заморозить. А потом перед тем, как подарок сделать, их из морозилки вынуть и упаковать, и подарить. Очень даже это удобно. Вот такая вот вкуснота. Надеюсь, вы тоже этот рецепт испробуете. И мне напишите в комментариях, как вам на вкус. Понравилось или нет? Мне очень понравилось. Эти на подарок заверну. А это сами скушаем. Вот такая вот красотень. Прелесть, правда? Все своими руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова